Новые контейнеры для раздельного сбора мусора скоро появятся в 15 населенных пунктах Карачаева Черкесии. В рамках реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в 2021 году республика приобрела почти 1800 контейнеров для раздельного сбора ТКО, что на 15% больше, чем планировалось изначально. Общая потребность республики – порядка 4500 емкостей, и остальные должны появиться после одобрения заявки от региона Министерством природных ресурсов Российской Федерации. Более подробно об этом нам рассказала заместитель министра строительства и ЖКХ Карачаева Черкесии Зульфира Батчаева. Здравствуйте, дайте поговорим про раздельный сбор мусора, в частности установку контейнеров. Республика перевыполнила план. Когда работа началась и за счет чего удалось вам это сделать? Значит, с 2021 года мы в республике начали внедрение раздельного сбора вывоза твердых коммунальных отходов. Мы планировали приобрести 1575 контейнеров для раздельного сбора, но у нас получилось приобрести большее количество, 1780 контейнеров уже приобретено 15 муниципальными образованиями республики. Эти контейнеры приобрели город Черкесск, Тиберда, Домбай, два поселения в Прикубанском районе, даже три, Октябрьское, Ударное и Кавказский, все поселения Ногайского района, Кумыш, Правокубанка и Преградная и Станица Зеленчукская. В целом 1780 контейнеров. Станица Зеленчукская установила уже все контейнеры. В остальных районах еще готовятся площадки. Частично установила Правокубанка, частично установила Преградная и остальные районы готовят площадки. И мы думаем, к концу марта они будут установлены полностью на всей территории республики. Значит, приобретено два вида контейнеров синего цвета для сбора сухих отходов, которых можно вторично использовать в дальнейшем, перерабатывать и использовать. Это бумага, стекло, пластик, металл и серые контейнеры для несортированных отходов. Региональные операторы будут вывозить отходы с этих площадок в разное время. Допустим, приобретать отдельную спецтехнику, куда бы загрузили сразу два вида контейнеров, на сегодня нецелесообразно. Организовали они таким образом, в один день они будут вывозить несортированные отходы, и в другой день, либо в тот же день, но после, следующими рейсами, они будут вывозить сортированные отходы. Вы перечислили ряд районов и городов, а как обстоят дела с другими районами? Остальные районы мы в этом году также планируем подать заявку в Министерство природных ресурсов Российской Федерации и обеспечить остальные районы также контейнерами для раздельного сбора. У нас общая потребность порядка 4,5 тысяч, 1780 мы приобрели, планируем более тысячи приобрести и в этом году. Насколько вот эта программа у нас получится, мы посмотрим. Расскажите, пожалуйста, про дальнейшую судьбу собранного мусора, куда он уходит? Весь мусор, все отходы поступают на полигоны. На Черкесский полигон и на полигон, расположенный в городе Ужжигута, это чистый город. Полигоны также готовы к работе с раздельным сбором. Значит, здесь, вот в данном этапе, на обоих полигонах установлена сортировочная линия. Когда будут поступать сортированные отходы от синих контейнеров, здесь намного упрощается работа на сортировочной линии, ускоряются процессы. И очень большой процент выхода отходов можно направлять на обработку, переработку этих отходов. Ну а несортированные уже будут также вот в другое время, на той же линии, и там будут в основном, конечно, эти отходы на захоронение. Какая мотивация будет у населения для правильного сбора мусора? Это может быть именно мотивация, либо будут штрафные санкции? Штрафных санкций не хотелось бы применять для нашего населения. А мотивация? Вот сейчас региональные операторы и полигоны рассматривают меры. Возможно, будут пункты приема раздельно стекла, раздельно бумаги, картона. Сейчас вот они над этим работают. И мотивация будет в плане таком, что принесли стекло, за это у них будет либо объем сниматься с нормы накопления, либо, может быть, какая-то компенсация им будет выплачиваться. Ну, в работе сейчас вот все вот эти мотивационные меры. Как Вы в целом оцениваете действия мусорной реформы на территории Карачаева-Черкесии? В области обращения с отходами мы плотно начали работать с 2019 года. Внедрили новую систему обращения с отходами. Конечно, на первоначальном этапе с трудностями сталкивалось и население, которое до этого времени не знало, куда девать свои отходы. Отходы отбирались и вывозились с мест общего накопления, с общих площадок. По жилью, по жилому сектору почти нигде не был организован вывоз мусора. Поэтому жители были наедине с этой проблемой. Конечно, пришлось на многое обратить внимание. Многие вещи пришлось поизучать, настроение населения. Но, к сожалению, вернее, к счастью, нас очень многие поддержали. Реформа в области обращения с отходов населением принята в целом так, как мы и ожидали. Значит, по оплате нормативы были по просьбе населения актуализированы, пересмотрены. Сейчас вот так же идет работа по замерам норм накопления, потому что никто бы не хотел нагружать ни юридические лица, ни физические лица той ношей, которую они не могут, допустим, унести. Но мы должны понимать, что в целом количество мусора на территории республики увеличивается. Мы слышим и во всех средствах массовой информации, читаем о том, что к нам увеличился поток туристов. Это тоже говорит о том, что есть мусор, который бы мы вначале до этого не предвидели. Вот сейчас работаем вместе с региональными операторами по образованию мест, куда бы можно было собирать эти отходы и вывозить. Органы местного самоуправления нам тоже оказывают поддержку в работе с реформой. В будущем мы планируем построить два мусоросортировочных комплекса, один в Зеленчукском районе и один мусоросортировочный комплекс увеличить на территории существующего полигона в селе Пригородное. Также увеличивается мощность сортировочной линии в будущем и на полигоне «Чистый город». В дальнейшем, конечно, мы бы хотели и работаем над тем, чтобы построить полигон в Зеленчукском районе, в станице Зеленчукской. Недалеко от той свалки, которая была до настоящего времени, мы все знаем, что в прошлом году была ликвидирована свалка и выделен участок недалеко от него для строительства нового полигона и для строительства мусоросортировочного комплекса. Продолжение следует...